Всем привет! В одном из прошлых видео я показывал, куда можно будет использовать вот такие вот одноразовые очки Ди. И сегодня хочу показать еще одну не менее полезную идею. Сегодня буду использовать не одноразовую, а вот такого формата. Как я понял, она считается многоразовой, так как у нее есть вот такое гнездо для подзарядки. Это на microUSB. Сначала, как обычно, все разбираем. Возьмем обычную шпажку и вытащим все внутренности. И начинка здесь вот такая. Что мы здесь видим? Имеется аккумулятор на 3,7 Вольта, плата для его подзарядки и микрофон. Первое, что нужно сделать, это удалить микрофон. Он здесь будет лишним. Затем удаляем желтый провод. И также откусываем черный. Минусовой провод черный уже есть. Сюда лишь остается подпаять плюсовой. Подпаял сюда желтый провод, он будет у меня плюсовым. И по факту получаем мы полностью рабочий аккумулятор с функцией подзарядки. Здесь имеется плата. Плата отвечает за его заряд и за его разряд. Выше положенного он не зарядится и также не разрядится ниже положенного. Подключаем плату к питанию. Видим, загорелся индикатор. И зарядка пошла. После полного заряда включится синий индикатор. На выходе мы получаем 4 Вольта. Это немножко больше, чем заявлено, но это даже к лучшему. Данный аккумулятор я установил в корпус от мизинчиков батареек от обычного фонарика. Здесь их ставилось 3 штучки. Он сюда один как раз подошел. Подключил плюсовой и минусовой контакты. И также имеется гнездо для подзарядки. И получается следующее. Вот обычный светодиодный фонарик. Вставляем сюда данный контейнер с аккумулятором. Закрываем. И включаем. Как видим, все отлично работает. Получается неплохая экономия. Вместо вот таких вот мизинчиковых, которые очень быстро садятся, установил аккумулятор. Когда он сядет, его очень легко отсюда достать. Подключить его к зарядке, зарядить. И можно снова пользоваться. Получилась вот такая вот очень нужная вещь. Из самого обычного хлама, который обычно выкидывают. За эту идею спасибо большое моим подписчикам. Написали в комментах, куда можно использовать еще вот такие вот аккумуляторы. Если есть еще идеи, обязательно пишите. И попытаюсь их также сделать. Но если был полезен, лайк, подписка. И всем пока.